Недавно я вам рассказывал о гарантах с ручным управлением, которые начали передавать участникам СВО, получившим инвалидность. А вот на стенде Самарской области, на ПМЭФ, показана Веста. Эта машина тоже с ручным управлением. Вот даже на ней написано. Хэштег, мы вместе. Это Веста, вы видите, универсал, кросс. В дорогом исполнении, между прочим. Вот тут, по-моему, вертикальный планшет, все плюшки. И самое главное, что это машина с вариатором. Мне сказали, что это машина с мотором 1.6. Я сомневаюсь, но можем проверить. Но главное, наверное, это даже не вариатор, а то, что она с ручным управлением. Вы спрашиваете, как управлять? Вот один из вариантов. Рычаг слева от рулевой колонки. Это газ и это же тормоз. Вот если мы посмотрим вниз на педали, значит, когда рычаг, человек садится и левой рукой давит на себя, это газ. Вот смотрите, вниз, видите, вот там вниз пошла педаль газа. То есть человек не может работать правой ногой, либо у него обеих ног нет. Он этим рычагом управляет. Если он автоматически, вот по логике вещей, когда тормозит, он должен нажимать на этот рычаг вот так. И вы видите, ходит вон там педаль газа. Делается одним рычагом. Вот мы сели с вами. Рычаг вот он здесь. Достаточное расстояние до обивки двери. На себя газ. От себя, соответственно, тормоз. Ну, сейчас машина полностью обесточена, но по идее, насколько я понимаю, если человек одной рукой нажимает на тормоз, то он может, соответственно, второй рукой перевести вариатор из режима паркинг. Но сейчас все выключено, я этого сделать не могу. Вот такая Веста. Я не знаю, сколько машин в таком исполнении будет сделано. Я так подозреваю, что они будут в разном исполнении, в том числе, скорее всего, я думаю, что все-таки в не очень дорогих исполнениях. А капотик я вот дернул. Давайте посмотрим, что у нас здесь под капотом. Я думаю, что здесь мотор 1.8, скорее всего. Ну да, вот он без крышки. Это 179-й мотор. Снято здесь, потому что вся эта красота, потому что, видите, аккумулятор даже снят. Тут тоже по требованиям службы безопасности. Не должно быть бензина, не должно быть аккумуляторов. Но не все это исполняют. Так по-разному фирмы смотрят на это. Вот мотор 1.8, вот там не видно. Вот там, в данном случае от мотора справа вариатор. Эта машина, вот даже на ней там грязь есть. То есть она ездит. Эта машина не только что собрана. То есть она, видимо, из числа машин, которые либо испытывают, либо сертифицируют. Вот так выглядит эта Веста. Я уже говорил, что в Волгоградской области начали гранты выдавать срочным управлением. Но там вообще была инициатива губернатора. Которые, насколько я знаю, закупались на деньги областные на автомобили. Первые 9 машин уже по программе, по закону, который подписал 29 мая президент страны об обеспечении инвалидов, участников СВО техническими средствами жизнеобеспечения, в том числе автомобилями. Вот по ним в Волгоградской области передано, по-моему, 9 автомобилей. Это гранты. Но фактически получаются сначала сертификаты, потом по этим сертификатам выдаются автомобили. По какому принципу будут распределять кому Весту, кому гранту, я, честно говоря, не знаю. И сколько таких машин будет, тоже не знаю. Потребность, если складывать ветеранов СВО и инвалидов, ну, так скажем, гражданских, она, на самом деле, в таких автомобилях довольно-таки высокая. Выдают их на 7 лет. Ну, должны, на мой взгляд, выдавать на 7 лет. Если ничего не изменится, ну, посмотрим. Вот так выглядит эта машина.